Приветствую! Нередко люди не думают о будущем и живут одним днём. Веря, что всегда всё будет хорошо, Вячеслав Зайцев тоже совершил эту ошибку. Когда-то весь мир был у его ног. Имя советского дизайнера знали во всех странах мира. В 1982 году у кутюрье, у первого в Советском Союзе, появился свой дом моды в столице на проспекте мира. Отхватить наряд от Зайцева считалось большой удачей. Даже ещё лет десять назад Зайцев в буквальном смысле слова всю жизнь положил на алтарь искусства. Он бредил творчеством круглосуточно, не обращая внимания ни на что вокруг. И что в результате? Семью он не создал, здоровье потерял, да и особых богатств не нажил. Всё, что получалось ранее заработать, он сразу тратил на новые коллекции, закупку материалов. Это было настоящее поточное производство. Много лет этот принцип хорошо себя показывал, но время шло, поменялось и страна. И к этим новым условиям Слава Зайцев оказался не готов, да и возраст в конце концов взял своё. В 2006 году у знаменитости нашли болезнь Паркинсона, которая прогрессирует с каждым днём. А в прошлом году Вячеслав почти ослеп. Врачи опасаются предлагать операцию, потому что общий наркоз в его годы – весьма опасная вещь. В итоге в данное время стилист работать не может вообще. Да и какой смысл, признаётся художник, вообще нет народа? Очень красивая коллекция продаётся, можно было бы одеться замечательно, но люди про меня забыли и даже не заходят. Ну, во-первых, кризис в стране, а во-вторых, появилось много талантливых конкурентов. В итоге, например, за 2018 год фирма получила чистой прибыли всего лишь 45 тысяч рублей. Эта сумма получилась после того, как из заработанного вычли себестоимость нарядов и зарплату сотрудников дома моды. Вот только, как оказалось, даже такого небольшого плюса быть не должно было. Департамент городского имущества Москвы уверяет, что Зайцев в минусе на 58 миллионов рублей. За этим долгом власти обратились в суд. Такая сумма накопилась из-за того, что Кутюрье регулярно забывал оплачивать аренду земли, на которой стоит дом моды, но денег просто нет. Сперва приставы будут рыскать по моим счетам, говорит Зайцев, а потом придут по мою душу за реализацию имущества. Если же денег не хватит, возьмутся за здание, которое уйдет с торгов. В итоге дом моды, возможно, будет и закрыт. Навсегда. А ведь это последнее, что у меня осталось, вздыхает престарелый дизайнер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова